Добрый вечер, это программа Рикошет, в студии Данил Русаков. Саммит Большой Семерки прошел 19 февраля, однако в информационной среде все еще фонит. Одна из главных тем, оказавшаяся на повестке глав крупнейших экономик, это распределение вакцин. Официально это называется выработка объединенного глобального подхода к пандемии, при котором будет положен конец, как они называют, националистической и разобщающей политики, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус. Еще раз это было цитата. Кроме того, встреча ставила своей целью подтвердить важность западного единства, в частности по вопросу противодействия Китаю. На данный момент страны G7 и Евросоюз заказали более половины мировых запасов препаратов, хотя на них приходится всего 13% населения планеты, в то время как 130 стран пока не получили ни одной дозы. Дальше цитата. Мы должны гарантировать, что вакцинированным будет весь мир, поскольку эта глобальная пандемия всех подкосила, призвал коллег, британский премьер Борис Джонсон в самом начале встречи. Совсем недавно, на фоне перебоев с производством вакцин и их недостачи, в Евросоюзе Борис Джонсон решительно отказался уступить часть своих доз другим странам ЕС. Зато на встрече G7 лидеры Британии, заказавшие на свое 67-миллионное население более 400 миллионов доз от разных производителей, благородно пообещал пожертвовать большую часть избыточных вакцин бедным странам через международную инициативу. Собственно, также Джонсон призвал коллег по семерке поступить так же. Вакцин становится все больше и больше. В Старом Свете одной из первых стала разработка от AstraZeneca. Российская спутник V также есть. Ну а как можно забыть, американо-германский Pfizer в США в активном ходу сейчас еще и Moderna на подходе Джонсон и Джонсон. Как заявил в конце января разработчик, эффективность вакцина Джонсон и Джонсон по итогам третьей фазы клинических испытаний составила в разных регионах от 66 до 72%. Защита от вируса у добровольцев появилась через две недели после прививки. В результате третьей фазы испытаний однокомпонентной вакцины от COVID-19 компания Джонсон и Джонсон, ее эффективность составила от 67 до 72%. Об этом говорится в материале, который был опубликован на сайте этого же фармпроизводителя. В испытаниях участвовали 43 783 человек в Соединенных Штатах и других странах мира. При этом через 28 дней после вакцинации этот препарат показал 66% эффективности в профилактике тяжелого и умеренного течения COVID в странах Латинской Америки. В Африке 57% в Южной Африке, 72% в США. Защита от вируса у испытуемых появилась уже на 14 день после вакцинации. Ну что ж, вакцинация становится явлением куда более чем медицинским, политическим, социальным. Но сегодня попробуем взглянуть на нее с медицинской точки зрения и поговорим с Галиной Гонзенко-Богис-Рольф, специалист по интегративной медицине. Галина, я вас приветствую. На прямой связи из Лондона. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, Галина. Ну, насколько я просто внесу ясность, насколько я понимаю, интегративная медицина, она предполагает сопряжение растительных препаратов и также то, что мы называем классической медициной. То есть это что-то такое, возникшее на стыке. Ну, в общем-то да. Я из курса биологии в школе помню достаточно, ну, это, вероятно, какое-то старое поколение вакцин, когда нам объясняли, что вводят в кровь человека либо ослабленные тела вируса, либо инфекции, либо мертвые. Насколько я понимаю, когда речь заходит о антиковидных вакцинах, мы имеем дело с чем-то другим, как-то иначе они работают. Вот можете объяснить, в чем отличие? О, вы знаете, вот в том-то и дело, что сейчас говорят о том, что вот ковидная вакцина, это вообще-то даже и не вакцина как таковая, не та вакцина, которая когда-то у нас была, понимаете? То есть это больше такой вот метод изменения нашего ДНК, который дает нам возможность не быть чувствительным ковиду. То есть сейчас говорят о том, что очень много информации на самом деле, и обсуждение вот этого момента, что это не обычная вакцина, он обычно не обсуждается. То есть говорят, что вакцина-вакцина, вакцина-вакцина, но вот как я вижу, что на самом деле она не совсем работает так, как вакцина, потому что даже вот юридически, я вижу, что юридически производители вакцин освобождены от любой юридической финансовой ответственности в случае каких-то побочных эффектов. То есть это тоже как-то, в общем-то, достаточно непонятно для меня, что до этого любые проблемы после вакцинации, они, конечно, можно было как бы обратиться, были специальные протоколы, когда ты записываешь, какие были проблемы, и тебе даже дают компенсацию. На самом деле, производители вакцин, они выплачивают очень большие деньги, если какие-то компенсации после проблем вакцинации. Но вот после именно производителей ковид-вакцины, они освобождены от этой ответственности. Ну вот я просто смотрю, какие побочные действия разную вакцину вызывали, и первое, что передо мной сейчас открылось на экране ноутбука, это сайт РБК, известное информагентство. Так вот, там написано, что, я так понимаю, это в большей степени про спутник ВИ, про российскую вакцину, но что-то похожее мы могли видеть и в случае с Файзером, и в случае с Модерной иногда. Файзер чаще. Так вот, написано, боль в груди, потеря веса, повышение температуры и так далее. Вообще, в принципе, при вакцинации это нормальное явление, когда нечто подобное происходит, вот с точки зрения не просто вакцины от ковида, а вообще вакцины как таковой? Либо мы сейчас имеем дело с чем-то совсем уникальным? Обычно после, ну мы говорим о каких вакцинациях? У нас до сих пор у нас были вакцины, мы берем детские вакцины, да, у нас были вакцины, у нас есть вакцины, которые для путешествий у нас вакцины, да, и еще у нас вакцины, гриппа вакцины. Не было, в основном это повышение температуры, такая вот основоплихорадка, то есть вот такие вот симптомы. Ну, если уже действительно очень там серьезные симптомы, да, это могут быть какие-то симптомы, но те симптомы, вот почему и сейчас очень много говорят о повышенных эффектах вакцины COVID-19 разных производителей, потому что их на самом деле больше, чем те вакцины, чем дают те вакцины, которые были у нас до этого. Вот, допустим, вот вы сказали, да, про такие симптомы, вот журнал Observer 20 октября 20-го года как раз вот перечислил различные побочные эффекты, и туда тоже входят озноб, лихорадка, пломота в теле, головная боль, но также имели место на два случая воспаления спинного мозга. То есть вот эти серьезные побочные эффекты как раз и настораживают на самом деле. Вот, кстати, я даже читала, Центр США по контролю и профилактике заболеваний тоже предупреждал, что побочные эффекты вакцины COVID-19 могут быть достаточно серьезные. Поэтому сейчас так много говорят о побочных эффектах. А вот у вас конкретно в Великобритании, в Лондоне, где вы находитесь, я так понимаю, тоже компания по вакцинации, собственно, как и в Америке, идет полным ходом те цифры, которые у вас сейчас уже есть. Вот, в частности, нам здесь говорят о том, что все население может быть привито, ну, гипотетически, да, или какая-то весомая часть, может быть привито где-то к осени, ну, или к концу лета. Там постоянно эти сроки двигаются. У вас компания по вакцинации также приобрела какое-то массовое явление? Да, это, в общем-то, очень интересный такой вот, как сказать, посмотреть на это все очень интересно, потому что, конечно, до этого вакцинация была вакцинацией, и люди прививались, и были пробивки от гриппа, и как-то все это шло достаточно в рамках медицинских каких-то вот услуг. Но сейчас это, вот, как вы правильно сказали, это все перешло на какой-то такой политическо-социальный уровень, вот, то есть это идет не только медицинский уровень вакцинация. И я смотрю, что очень много людей в последнее время задает много вопросов по поводу вакцинации. Да, вакцинируются, да, приходят уже многие сообщения на телефон из местных, из центров своих, что, пожалуйста, вы можете приходить на вакцинацию. Но все больше и больше людей задаются вопросом, вот, именно потому, что сейчас много появляется информации о различных побочных эффектах, с одной стороны, и с другой стороны, что люди тоже хотят знать, ну, а если что-то случится, кто будет ответственный? Потом ходят вообще, ходят слухи о том, что эта вакцина совершенно отличается от той, которую у нас до этого были. Вот, вообще, сам, даже вот, если мы говорим про разработку вакцины, то тоже очень много противоречивой информации, которая настораживает, потому что, вот, допустим, те, те, разработка тех вакцин, до этого, да, были вакцины, которые тоже коронавирус, там же тоже был у нас тяжелый остро-респираторный синдром SARS, да, это тоже коронавирус, потом МЕРК, МЕРС, и как раз вот разработка тех вакцин, они не были одобрены, потому что были очень серьезные проблемы с ними. И поэтому сейчас ученые, врачи тоже считают, что вот эти вакцины, которые сейчас с COVID-19 вышли, что у них действительно есть значительный риск развития побочных эффектов. И тоже сейчас говорится о том, что вот нужно, чтобы были эти риски четко сформулированы. Ну, я так понимаю, что сейчас из-за того, что была экстраординарная ситуация, совсем нетипичная, многие вещи просто взяли и спустили на тормоза. Это касается в том числе и всего того периода, когда, ну, насколько мне известно, вакцина должна испытываться. И вот в связи с этим у меня такой к вам возникает вопрос. Вы говорили о том, что эта вакцина немножко нетипичная вакцина, то есть не такая вакцина, как, я помню, из курса биологии в школе российской. На ваш взгляд, вот как человек, который в этом всем находится и занимается, могли бы провести такой ликбез, объяснить, это прецедент с COVID-19, что такая вакцина, которая не совсем вакцина появилась? Либо нечто подобное в фармакологии давно известно, а знания о вакцинах из моего курса биологии, это просто какие-то там первые вакцины, которые только появились и с тех пор совершенно иначе все это производится. Ну, они на самом деле все равно меняются, то есть вот ваши знания, да, это было, как бы, видимо, давно, но они действительно постоянно меняются, постоянно усовершенствуются эти вакцины и появляются какие-то новые вакцины. Та вакцина, которая сейчас, вот, коронавирус, эта вакцина немножечко другая, эта вакцина, говорят, что, как бы, вакцина, вот, она меняет ДНК. Такие вакцины уже давно тестировались, но разрешения на них не давали. Поэтому-то, вот, и вот правильно говорите, вот этот прецедент, что дали разрешение именно сейчас на эту вакцину, вот это как раз и настораживает. То, что подобные вакцины, вот, как я сказала, респираторного синдрома SARS и MERS, которые, подобные вакцины, что они, у них были серьезные проблемы, и они не были одобрены, вот это тоже сейчас, вот, вот, об этом сейчас многие говорят. А, скажите, однофазная, двухфазная вакцина, потому что, к вопросу обывателя, тут в чем отличие? Ну, в моем понимании, что просто колоть, одну нужно один раз, а другую два раза. Но в чем принципиально отличие действий именно таких вакцин на организм? Ну, на самом деле, сейчас говорят, что нужно колоть каждые три месяца. Поэтому тут уже однофазная и двухфазная, тут уже даже об этом нет разговора. Сейчас говорят, что каждые три-шесть месяцев уже нужно будет для поддержания иммунитета. А, что самое интересное, что, на самом деле, она же не защищает от заражения коронавирусом вакцина. Она просто дает возможность меньше симптомов при болезни. Понимаете? И тут тоже не все так просто, потому что, допустим, вот есть две проблемы в этой вакцине. На самом деле, вот как раз вот те вакцины, про которые вы говорите, вот это SARS, MERS и коронавирус, да, что вот эти вакцины, они имеют тенденцию вызывать так называемое антителозависимое усиление, или antibody-dependent enhancement. Что это такое? Это когда вместо того, чтобы повышать иммунитет против инфекции, вакцина практически увеличивает способность вируса проникать в клетки и инфицировать их. Вот это как раз и было одним из факторов, почему вот эти вакцины SARS и MERS, когда они где-то 10 лет их начали разрабатывать, вот тогда их не разрешили. Понимаете? А сейчас как бы вот на это закрывают глаза и говорят о том, что вот нам нужна вакцина, давайте любой ценой пусть у него будет эта вакцина. Скажите, это касается абсолютно всех вакцин, то есть и спутник V, и AstraZeneca, и Moderna, и Johnson & Johnson. Я так понимаю, у них примерно у всех есть вот этого рода обстоятельства, о которых вы сообщили. А возможно ли сделать вакцину, которая бы исключала подобного рода риски, либо коронавирусы настолько уникальны, что вот только так и больше никак иначе с ними можно бороться? Ну, видите, здесь мы уже говорим... В рамках вакцинирования, конечно же, да. Вот именно, мы тогда уже говорим о принципах вакцинирования, и тогда уже нужно уходить в историю, смотреть вообще, что такое принципы вакцинирования и вообще, как они работают. То есть мы повышаем иммунитет, мы, вот допустим, да, мы говорим о том, что коронавирус мы вырабатываем, когда вакцина, мы вырабатываем антитела, да. А вы знаете, что коронавирусы производят не один, а два разных типов антител. У них есть нейтрализующие антитела, которые как раз и называются антителами. Это у всей группы коронавирусов, не конкретно COVID, а вообще все. Да, и есть связывающие антитела, которые не нейтрализующие антитела, которые как раз и не могут предотвратить вирусную инфекцию. Поэтому здесь непонятно, как вакцина, какие антитела даст вакцина. А если это будут не нейтрализующие антитела, а связывающие антитела, то риск заражения выше и более серьезные заболевания, более серьезное протекание коронавируса и инфекции. И вот это как раз ведет к заболеванию легких. Понимаете, я вам скажу, что тема вакцинации, она достаточно, ну, она очень сложная, очень запутанная, а особенно сейчас связанная с коронавирусом. Очень много различных информаций. Вот я смотрю новые исследования. И я всегда рекомендую людям, смотрите исследования, смотрите научные исследования, смотрите, что пишут научные журналы. Потому что одно дело читать, как бы, ну, просто вот рекламу, да, давайте будем всех вакцинировать, и статьи, вот как говорит Борис Джонсон, у нас сказал, что он нас всех вакцинирует, и обязательно, и всем хватит. А с другой стороны, ну, посмотреть действительно, а что за этим стоит, вот правильно вы говорите, а почему, а что это за вакцина, вот. И это, конечно, это, конечно, это, конечно, работа. Это, конечно, нужно поинтересоваться и посмотреть, но следить за тем, как это все развивается, вот те же самые, вы правильно говорите, посмотреть, какие эффекты, побочные эффекты. Ведь постоянно сейчас идет все больше и больше вакцинации в разных странах. Каждые страны, они дают какие-то свои цифры. Вот, допустим, в конце года, да, Pfizer и Moderna дали где-то вот 10-15% участников вакцинированных дают какие-то побочные эффекты. Вот, так что я считаю, что надо просто следить за прессой и, может быть, даже не торопиться, а посмотреть вообще, что будет. Посмотреть на ситуацию в динамике, насколько я вас понимаю. Да, действительно, это кажется сейчас одним из достаточно разумных шагов. Но вот тут вы так или иначе затронули тему, которую мы будем обсуждать после рекламы, но все же давайте чуть-чуть ее коснемся в рамках нашей дискуссии, которая сейчас проходила. Я о чем? Собственно, про иммунитет. Насколько я понимаю, после того, когда человек переболел ковидом, у него остаются антитела в организме. И они сохраняются там на протяжении какого-то количества времени. Вот у меня вопрос как у дилетанта, да, как у журналиста. Человек, который к медицине не имеет отношения. Вам как человеку, который связан с медициной. Объясните, вот эти вакцины, которые сейчас появились на рынке, они создают те же самые антитела, которые у переболевшего? Либо это какой-то иной принцип действия, какой-то иной принцип защиты организма? Нам говорят, что они создают те же самые антитела. Но потом возникает опять же вопрос, а почему тогда люди опять болеют? И почему у людей появляются вот такие вот реакции, как очень похожие на ковид, как озноб, лекарад, коломота, в деле, голодная боль? Как побочный эффект после прививки, после вакцинации? Очень все запутано. Я вам честно скажу, что очень все запутано. И поэтому я всегда говорю, что выбирайте путь какой. Во-первых, как вы правильно говорите, иммунная система. Мы давайте будем следить за иммунной системой. И какая бы ни была вакцинация, если ваша иммунная система сильная, то это уже плюс, и это уже даст вам меньше побочных эффектов. Кстати говоря, я смотрела по статистике. Конечно же, больше всего побочных эффектов и хуже всего переносят вакцинацию именно пожилые люди и именно те люди, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем или они на каких-то препаратах уже медицинских. Они как раз очень тяжело переносят вакцинацию. Ну что ж, про иммунитет. Тогда давайте поговорим после рекламы, которую мы уже подобрались. Буквально 2-3 минуты она будет править эфиром, а потом мы вернемся и про иммунитет, пандемию и многое другое упомянем. Как бы нам не хотелось, чтобы он исчез, COVID-19 все еще вокруг нас.